МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! Программа «Автосфера» вновь рада приветствовать вас. Сегодня вы увидите... Как избежать капитального ремонта двигателя? Обеспечение безопасности при перевозке грузов. Осмотр автомобиля. Что можно увидеть снизу? По мере наступления дачно-огородного сезона все выезды из города наполняются большим количеством личных автомашин, перевозящих разнообразные грузы. Как лучше укладывать и увязывать то, что намечено к перевозке? Распределение всевозможных вещей в салоне и в багажнике авто иногда становится длительным творческим процессом с бесконечными вариантами оптимизации. Тем не менее, существуют вполне конкретные правила, нацеленные на обеспечение безопасности движения. Чтобы уменьшить момент инерции вокруг вертикальной оси автомобиля, старайтесь все самые тяжелые предметы размещать внутри колесной базы. В багажник желательно складывать вещи полегче, с тем, чтобы на ходу хвост машины не разматывало то влево, то вправо. Помните, что с перегруженным багажником резко возрастает нагрузка на задние амортизаторы, отчего они могут перегреться и попросту вытечь, особенно при дальней поездке. Да и на вираже, если корма оказалась чересчур перегруженной, любое неосторожное движение рулем, тем более под сброс газа, запросто может вызвать занос задней части с непредсказуемыми последствиями. В салоне легковушки все нужно укладывать вдумчивость тем, чтобы ничего не покатилось и не упало, к примеру, водителю под педали, под ноги. Не стоит ограничивать себе обзор и создавать риск прилета по затылку предметами, которые вам хотелось бы разместить на полке у заднего стекла. Кто знает, вдруг придется где-то резко затормозить. Домашняя живность также может составить вам компанию. Исходя из требований безопасности, не стоит перевозить животных покрупнее без клеток или без сумок-переносок помельче. Нельзя давать волю и свободу в салоне любимым питомцам, иначе они могут серьезно помешать управлению вашим транспортным средством. Перевозка братьев наших меньших, равно как и перевозка детей, всегда требует особого подхода и отдельного внимания. Но вернемся к неодушевленным грузам. Во многих ситуациях нас выручает расположенный на крыше универсальный багажник. Здесь нельзя жалеть времени на тщательную увязку груза. Ременные стяжки вам в помощь. А где-то помогут и веревки, и специальные резинки с крючками. Помните, что вся ответственность за падение плохо закрепленного груза лежит исключительно на водителе конкретного транспортного средства. Именно поэтому нужно учитывать законы аэродинамики при транспортировке больших гибких листов. Тоже делайте тщательную увязку и по возможности притягивайте края вниз для того, чтобы их не задирало вверх потоком встречного ветра. Само собой, с таким грузом соблюдайте очень умеренный скоростной режим. Иногда не лишним будет даже ползучее движение с включенной аварийкой. Большие тяжести наверх тащить не надо. Во-первых, подобный расклад может резко ухудшить устойчивость автомобиля. А во-вторых, от перегруза могут полопаться стойки кузова, на которых покоится крыша. Хорошая штука для перевозки относительно легких и объемных вещей – это обтекаемый пластиковый кофр. Нужно ли его приобретать? Каждый путешественник решает сам. Но для дальнего боя такой кофр точно не будет лишним. Широкое распространение получил и прицепной парк. В самом простом, одноосном варианте всегда важно поддерживать правильную развесовку. На конце дышла после загрузки прицепа вами должна быть создана направленная вниз вертикальная нагрузка по весу от 5 до 30, максимум до 35 килограммов. Самые тяжелые предметы старайтесь разместить прямо на досю, по центру платформы. Тогда ваш автопоезд не будет склонен к излишней продольной раскачке. Важный момент. Нагружая хоть телегу, хоть сам автомобиль, не забывайте о подкачке шин. Чем тяжелее груз, тем больше необходимость в увеличении давления. И разумеется, не лишней будет контрольная проверка затяжки колесного крепежа, все по той же вполне понятной причине. Значительно выступающий за габариты транспорта груз принято обозначать красными флажками. Понятное дело, вся светотехника, хоть на автомобиле, хоть на прицепе, должна работать безупречно в любое время суток при любой погоде. Не забывайте про страховочные цепочки. И учитывайте, что любой автопоезд наиболее устойчив под тягой. А вот резкий сброс газа на вираже и уж тем более торможение в такой ситуации могут запросто привести к складыванию хоть большой, хоть маленькой сцепки. Подведем итог. Поспешая к любимым грядкам или на важную стройку, никогда не жалейте времени на тщательную укладку и надежное крепление грузов. Будьте внимательны и аккуратны при усложнившихся для вас условиях вождения. Наступление критического запредельного износа двигателя серьезно задачивает любого автовладельца. Понятное дело, на машине без мотора никуда не уедешь. Как вновь сделать исправным неисправный автомобиль, не прибегая к хлопотному капремонту? Если говорить о содержании автомобилей иномарки, то сложные технические проблемы проще решать с помощью хорошо организованной структуры и работающих в ней надежных людей. Секретов здесь нет. Речь идет о солидном предприятии Автотаун. Ведь именно Автотаун уже более 15 лет специализируется на продаже и установке контрактных и новых запасных частей для японских, корейских и европейских автомобилей. Номенклатуру деталей можно обозначить так. Все, абсолютно все для достаточно распространенных моделей иномарок. В любой день недели сотрудники Автотауна профессионально подберут необходимые вам автозапчасти. Одной из наиболее интересных тем является альтернатива капитальному ремонту сложных и дорогостоящих агрегатов, в частности автомобильного мотора. Преимущества очевидны. Если вы покупаете в Автотауне бывший в эксплуатации двигатель, хоть для японской, хоть для европейской машины, то это будет обязательно ваш родной оригинальный движок, который, как правило, трудился недолго в очень хороших условиях. Иными словами, плюсы такой покупки заключаются в том, что это оригинал. Раз. Хорошее техническое состояние. Два. Без пробега по России. Три. И в дополнение ко всему необходимый для регистрации полный комплект документов. Прибавьте к перечисленному предоставлению фирменной гарантии в 100 календарных дней. Вместе с профессиональной установкой в сервисном центре Автотауна. Фактически день-два и вы снова на коне. В своем железном коне с прекрасно работающим мотором. Но если у вас машина одной из корейских марок, то здесь нужно честно сказать. Не все подержанные двигатели из Кореи столь же ухожены, как их японские или европейские аналоги. По моему опыту, среди корейцев иногда все-таки попадаются экземпляры с солидным пробегом. Но в этом плане вот что примечательно. Теперь Автотаун наладил поставки относительно недорогих и совершенно новых двигателей, выпускаемых в Китае. Заметьте, их производит официальный поставщик силовых агрегатов на конвейеры многих крупных автозаводов. В частности, автомобильной корпорации Hyundai. В наличии имеются, а также привозятся под заказ, около 50 моделей новеньких моторов для Hyundai, Kia, Volkswagen, Skoda, Chevrolet, BMW, Mercedes-Benz. По статистике, самыми востребованными являются силовые агрегаты для Hyundai Solaris, Sonata, Elantra, Tucson, Santa Fe, i20, i30 и iX35. Пришло время и для более древних акцентов и гетцев. Впрочем, среди явно уставших автомашин все чаще встречаются не менее популярные Креты. Список моделей с уже захандрившими моторами у Kia также довольно велик. В нем Sportage, Rio, Ceed, Soul, Cerato, Optima, Picanto, K3 и даже вполне себе свежие K5. Рано или поздно изнашиваются все. У Chevrolet и Deo в числе самых массовых находятся двигатели для крузов, Lachetti, Aveo и Nexi. Все новенькие силовые агрегаты, которые поставляются прямо с завода, приходят в фирменные спецупаковки. При такой тщательной защите от внешних воздействий транспортные повреждения полностью исключены. Посмотрите на процесс контрольного вскрытия. К качеству сборки, так же как и к качеству материалов, вопросов здесь нет. Новый двигатель полностью соответствует всем параметрам оригинальной запчасти. Что характерно, на каждом моторе выгравирована именно та маркировка, которая указывается в паспорте транспортного средства. Автотаун предоставляет все необходимые документы. Договор купли-продажи, чек и сервисную книжку. Еще раз подчеркну, цена нового двигателя вполне сопоставима или даже ниже, чем стоимость капитального ремонта мотора. Что тут скажешь? Навье есть навье. Да и гарантия на 6 месяцев в пределах 50 тысяч километров пробега тоже греет душу автовладельцу. Заметьте, в целях максимальной доступности все новые двигатели поставляются без навесного оборудования. Но если что-то потребуется, в автотауне тут же найдут нужный вам узел или привезут его под заказ. Поэтому очень удобно менять силовой агрегат не где-нибудь, а именно в сервисном центре автотауна. Во-первых, здесь трудятся опытные специалисты и здесь созданы все условия для быстрого, качественного выполнения комплекса необходимых работ. А во-вторых, не надо тратить время на поиски нужных масел, жидкостей, фильтров, шлангов или хомутиков. Любые возникающие вопросы по снятию и установке мотора решаются без головной боли для клиента. Кроме того, при покупке нового двигателя автовладельцу выдается, как и положено, сервисная книжка, в которой указана информация по эксплуатации вместе с гарантийными обязательствами. Для всех желающих автотаун осуществляет доставку деталей и агрегатов по территории России и СНГ. Если у вас остались какие-то вопросы, то более подробную информацию вы можете узнать либо по телефону, либо на сайте www.avtotaun.ru Автотаун представлен в городах Омск, Екатеринбург, Тюмень и Москва. Телефон в Омске 3812-20-8257 Не у всех, кто хотел бы сесть за руль собственного авто, хватает денег на покупку новой машины. При выборе приглянувшегося подержанного варианта обязательно смотрите автомобиль снизу. Побитая, подцарапанная нижняя часть авто с головой выдает безответственного либо малоопытного водителя. Состояние днища и всего, что находится на одном уровне с ним, можно считать зеркалом отношения к машине. Подцарапанные снизу бамперы могут оказаться даже когда-то разбитыми, а затем склеенными. Следы лечения обычно видны изнутри. Отметины на защите двигателя, на порогах, на трубах системы выпуска зачастую являются предвестниками в обнаружении более серьезных повреждений. В любом случае имеет смысл замерить расстояние между центрами переднего и заднего колеса с обеих сторон автомобиля. Разница более двух миллиметров недопустима. С кривым кузовом сложно добиться приемлемой управляемости. Грубая эксплуатация автомобиля с отметинами внизу чаще всего видна и на том, что постоянно контактирует с дорогой. Крутните каждое из вывешенных колес и внимательно присмотритесь к нему с двух направлений. Для того, чтобы увидеть грыжу, искривление беговой дорожки или погнутый диск, не нужно иметь два высших технических образования. А много может рассказать и неравномерный износ протектора. Мятые, побитые колеса дают повод усомниться в целостности ступичных подшипников. Гул от разрушающегося узла лучше всего прослушивается на ходу, особенно на дуге поворота. Еще одним тревожным звоночком является отсутствие брызговиков там, где они должны быть. Отломанные, оборванные щитки приводят не только к повреждению лакокрасочного покрытия в зоне обстрела камушков, летящих из-под колес. Например, попадание воды и грязи внутренне защищенного бампера может вызвать отказ парковочных датчиков. Не менее важно и наличие защиты моторного отсека, ведь там находится еще больше дорогостоящих узлов и деталей. Если вы, покупая подержанный автомобиль, ведете торг с продавцом, то предметный разговор при осмотре машины снизу может здорово помочь в снижении первоначальной цены. Возможно, и другой вариант. После увиденного снизу вам вообще расхочется брать покореженную автомашину. В любом случае будьте бдительны и не верьте на слово незнакомым людям. Если у человека сильно заложен нос, то о хорошем самочувствии говорить не приходится. Автомобильный двигатель при забитом воздушном фильтре тоже страдает, но уже по-своему. Сегодня есть повод поговорить о периодичности замены воздушных фильтров. Практика показывает, что рекомендации автопроизводителя на этот счет не всегда являются верными. Дело в том, что воздух вокруг нас зачастую оказывается чересчур загрязненным. Свидетельство тому состояние воротника светлой рубашки или блузки к окончанию рабочего дня. И если, к примеру, при езде по швейцарским Альпам фильтр будет оставаться чистым и после 15 тысяч километров пробега, то движение в суровых сибирских условиях способно забить фильтр уже через 6-7 тысяч. Опять-таки, есть разница между ездой по трассе и городской толкотней. Километраж может быть одинаковым, а вот количество моточасов, то есть время работы моторов, может отличаться очень сильно. Вот вам еще одна причина для повышенного внимания к состоянию воздушного фильтра. Кроме того, надо учитывать наличие или отсутствие турбонаддува. Установка турбонагнетателя означает значительное увеличение просасывания воздуха через фильтрующую штору. Поэтому и пачкается фильтрующий элемент у турбомоторов намного быстрее. Поверхность гофрированного картона забивается маслянистой взвесью, сажей, растительной пыльцой, песком и, бог весть, еще какими субстанциями. Однако правильный качественный фильтр на легковом авто способен задерживать 99,8% всех загрязнений, а на грузовиках степень очистки достигает величины 99,95%. Но все это, разумеется, до поры до времени. Всему есть предел. Так называемая пылеемкость не безгранична. Если двигателю не хватает воздуха, образно говоря, ему трудно дышать, то, естественно, падает мощность и увеличивается расход топлива. Еще хуже, если хозяин покупает левые фильтры попроще и подешевле. При производстве такого товара никто не задумывается о качестве и фактуре фильтрующего материала. Главное, чтобы элемент стоил поменьше и был хотя бы приблизительно похож на оригинальный родной фильтр по конфигурации, ну и, может быть, по размерам. А то, что через дрянной картон в мотор засасывается пыль, сверху через корпус все равно не видно. Разочарование наступает позже, когда двигатель почему-то вдруг начинает кушать масло или же просит внеплановую замену расходомера. Не раз приходилось наблюдать и как некачественный воздушный фильтр усыхает, съеживается в размерах. Иногда между корпусом и кромкой фильтрующего элемента появляется щель шириной в палец. Вот через нее и летит пыль внутрь разогретых цилиндров. С оригинальными комплектующими такого не происходит. В том, что касается любых автомобильных фильтров, в том числе и воздушных, экономия неуместна. Она зачастую выходит боком, но не сразу, а через какое-то определенное время. Советую хотя бы раз за 6-7 тысяч километров пробега заглядывать в начальную часть впускного тракта, предварительно вытащив сам фильтрующий элемент. На большинстве автомобилей сделать это совсем не сложно. Для владельцев автомобилей с турбокомпрессорами или с механическим наддувом, такой интервал 6-7 тысяч километров пробега может оказаться критичным с точки зрения загрязненности фильтра. Ничего не поделаешь, значит ваш автомобиль трудится в таких условиях. Необходимость назрела? Ставьте свежий фильтрующий элемент и получайте удовольствие от хорошей работы двигателя. На сегодня это все. Программа «Автосфера» прощается с вами и желает вам только счастливого пути. Субтитры создавал DimaTorzok